В общем, всем привет, с вами Боди, и это, ну, видос Влада А4, который выходил вчера, но я вчера уже ушел от рабочего места, поэтому, в принципе, я не мог вчера снять на него реакцию, но зато мы вчера сняли на другой видос Влада А4 реакцию, который тоже у него выходил. Посмотрите вчерашний ролик. 12 способов пронести сладости в школу, я сразу же поставил лайк. Ну, погнали! Так, ребята, у нас сегодня очень важный урок. К нам придет сам директор, поэтому... Ох, твою ж дивизию, ну все, тебе хана, дамочка, потому что Влада А4 и его друзья по-любому что-нибудь сделают. Пожалуйста, ведите себя прилично. Так, бумага! Сколько можно разговаривать? Что я сказала только что? Прилично вести себя, все я слышал. Я понимаю, что вам это будет очень сложно. Пожалуйста, не подставляйте мне. Легко. Слышь, Кобяк, раз директор придет, нужно от всех сладостей избавиться. Полностью вас поддерживают. Кстати, мне кажется, или у них немного зеленоватые волосы почему-то? Здравствуйте, Зинаида Степановна. Ой, здравствуйте, алиса. О, Гленти! Петрович, здравствуйте. Здравствуйте, ученики. Ладно. Что, молчите? Что, не здороваетесь? Ладно, не здоровайтесь. О, оценочки как, хорошие у вас? Угу. О, молодцы. Это что, ММДМС? Сладости? Зинаида Степановна, они что у вас на уроке вместо того, чтобы учиться, сладости едят? Значит так, я... Хана! Всех предупреждаю, с завтрашнего дня я лично буду проверять, чтобы никто не зашел со сладостями в кабинет. Поставлю свой стол и буду смотреть. Я понятно объясняю? Угу. Бардак, а не в школах. Да ладно, бывает и такое. Ох, ё-о-о. Значит, и способы должны быть самые серьезные. Ну что, Кобя... Полностью солидарен. Коб, давай начинать. Давай, ну вообще-то училка меня сегодня выбесила. Встала на сторону директора, могла бы нас пригрызть, а то танцует под его дудочку. Слушай, так а давай и мы станцуем перед директором. Скажем... Да-да-да-да! Что мы бибой, ну типа брейк-денсеры. А-а-а. Слушай, мне кажется, отличная идея. Давайте, это хорошая идея. У меня как раз есть костюмчики для этой идеи. О-о-о, брейк-дансеры. Бюков, бумага. Это что за внешний вид? Ну, вообще-то мы бибой. Я... А не брейк-денс это называется. Ну, ладно. Сладкий червь и мой братан сорвиголова. Не. Сладкий червь и сорвиголова. И вместе мы. Крэйзи, кэнди, крю. Так, вы что... Мы еще у старшеклассников украли, что ли? Э, старый. Вообще-то это наш новый стиль. Мы готовимся к батлу. Баттлы свои будете на уроках истории изучать? У нас после школы вообще-то репетиция по брейку. Мы лучше... Да-да-да. Кстати, а где они сладости-то хотели пронести? Я не понимаю. Под кепками? Путшие в этом. Брейк-данс? Не. А ну-ка, давайте станцуйте, покажите, что умеете. Ну, мы станцуем, но для начала нам нужен бит. Кого? Кто такой бит? Бит, музыка. Битбокс. Ну, когда мы на собраниях хашляем. А, я по селику такое видел. Ну-ка. Давай, йоу. Воу, воу. Воу. Фигай себе, аж помолодел. Да, это настоящая пупупупушка. И напоследок, короночка от моего брата, сладкого червя. Давай. Твой фирменный. А ну-ка, старичок, бит. Опа. А это что такое? Вы? Два бибоя? Вы что, обалдели со... Чё ты наделал, Кобяков? Ты подставил всех. Всем сколько раз говорил, без сладостей на урок. А ну-ка, показывай, что у тебя там есть. Стоять. Не надо. А, ёшкин кот. А ну, пошли вон отсюда, хулиганьё. Заберите, корист будет. Вот. Знаешь, Владос, мы же без знаний, как слепые мышки ходим. Как же мы без познаний, которые в школе нам дают жизнь свою строить будем? Так, очень интересно, что они хотят. Поддаваться Морфею на уроках. И учиться начнём. Может, реально мы ерундой занимаемся? Кобяков, какой ерундой, одумайся. Ты чё, философ, он заделался? Да просто задумался о тайне бытия и о жизни в целом. Слушай, ну такие разгонны могут директору понравиться. Может, философом переоденемся, принесём ему гранит науки? Ну и как бы это, путь грызёт. Отличная идея. Погнал. Топчет. Пойми, Кобяков, как только закрывается одна дверь к счастью, сразу же открывается другая. Но мы часто... Ха-ха-ха! Так долго смотрим на первую, что даже не замечаем вторую. Ребята, это лучший ролик. Подписывайтесь на нас, включайте уведомления. Давайте сделаем 3 миллиона на канале. Я надеюсь, это когда-нибудь да произойдёт. Глубоко, глубоко. Так, охламоны, через 5 минут урок начинается. Если в класс не попадёте, то дверь для вас навсегда закроется. Уважаемый директор, выдохните. Каждую минуту, когда вы злитесь, вы теряете 60 секунд счастья. И вы их никогда больше не вернёте. Так, вы меня ещё тут поучите. А что тут такого? Знание. Это настолько ценная вещь, что не зазорно его получать из любых источников. Даже от нас. Так, не умничайте мне здесь, это самое. Куда так вырядились и что несёте? Не важно, куда мы идём. Важно, что мы идём с благой и чистой целью. Ну, ничего вы не поняли. Мы сегодня античный мир проходим. Вот, сценку про философов играть будем. Книгу сделали. Как говорится, будем грызть гранит науки. Похвально это самое. Грызь, в натуре ведь грызть будут. Ладно, проходите, минута до урока. Да босиком они, зачем ходили-то? Холодно же. Чёрная 43 по 58 страницу. Ну так уж и быть, кусай. Так. Моя любимая. Самая вкусная. Я в шоке. Так это я не понял. А кто это тут моё место подогревает? Нифига себе, Влад. Ну, банан через плечо. Давай, место мне освободил. Я тут первый вообще-то сел. А сейчас первый ляжешь. Ладно, рядом упаду. Слушай, а мобила есть, одному ложку набрать надо? Давай, быстрее, я вижу, что есть. Алё, Кобяков, ты чё не узнал меня? Это же я. Ха, Владос, я думал, это старшой из 11-го ГЭ. Вот видишь, ты поверил, директор тоже поверит. Не, ну вопросов нет. А сладости как пронесём? Ну, сделаем чёткий. Смотри. Ха, прикольно. Не, ну это, кстати, прикольно вообще-то. Конфетки. Ладно, я пошёл переодеваться. Так, погоди, погоди. Одного костюма не хватит. Ещё и фингал обязательно нужен. А ну-ка, подставляй лицо. Сейчас всё сделаем. Может, и надо? Надо, надо, Кобяков. Давай, закрывай. Да ладно, я убираю. Да я, это понятно. Да, подмалюем тебя фломастером. Иди сюда. Ну, здорово, зритель. Хотел вам рассказать, что мы вообще-то с Кентом контролируем все школы. И решаем любые конфликты. Короче, тех, кого мы охраняем, у них вообще никогда проблем не бывает. Но чтобы попасть под нашу защиту, нужно одно дельце сделать. Маленькое такое. Подписаться на канал. На наш канал и на канал Влада4. Погнали. Коб, давай-ка пару слов сделать для зрителей. Настоящий пацан не смотрит ролик без подписки. Иначе он попадает в чёрные списки. Жми на красную кнопку подписаться. И будешь в Майами на пляже-то валяться. Тусоваться. Ну чё, скоро звонок? Погнали. Ну и малые у меня спрашивают. Знаешь, чё такое тик-ток? А ты? Я им говорю, конфеты. Малые думали, что мы за конфеты не шарим или чё? Так, я не понял. А что это старшеклассники забыли в младших классах? Решили нас с Зинаидой Степановной своим поведением позлить? Вы злые, потому что слабые. Добрым быть всегда сложнее. Ты давай тут не умничай. Или приду к вам на уроки и буду перевоспитывать. Судить меня? Да оно лишь Богу. Остальным я укажу дорогу. Значит... Хорош! Так, шпанат, я не Минздрав предупреждать не буду. У меня нет пушек и толпы за спиной. Но есть пару кентов, которые вас выстегнут и глазом не моргнут. Полегче, полегче, полегче. Всё, тишите отсюда. Да ладно, брат, нам походу пора идти. Бегом марш отсюда, в свой класс. Урок начался. А, они просто... Всегда было интересно, как они так на корточке сидят. Так, не получается. О! О! Ладно, оно, может, мне и не надо. Тебе не надо, Глентик. Сейчас на уроках литературы мы проходим тему сказки. И мы решили подготовиться как следует. И прийти на урок в костюмах и сказке. И сказке 3 поросёнка. О, это, кстати, моя любимая сказка была. Кстати, ребят, напишите в комментариях, какая у вас любимая сказка. Вот, кстати говоря... Да, мне вот реально интересно будет почитать. Напишите. Будет трой, дом и салон. Ничего себе. Это что, трубочки? Э, 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 это солома. Ну да, реально похоже. А я буду наф-нафом и буду строить дом из кирпичей. Ого. Точнее, из халва. Халва, я тоже подумал о ней. Ну что, заряжаем камни в телегу и погнали на литературу. Добрый день, это что за красавчики к нам пожаловали? Это мы подготовились к уроку русской литературы. Будем показывать сказку 3 поросёнка. Вот я ниф-ниф буду строить дом из соломы. А я наф-наф буду строить из кирпичей. И ещё краску взял. А где нуф-нуф? Э, да его продуло. Волк в прошлый раз как дуть начал. Вот он и приболел. Понятно. Ну ладно, проходите. Молодцы, ребята. Спасибо. Так, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Что такое? Вы что-то на свиней не похожи. Так. Ха. О. Теперь настоящие свиньи. Давайте в класс бегом. Ураг начался. Спасибо. Не за что. Ой. Вы, конечно, мой любимый класс. Так в образы вжились. Молодцы. Давайте начинать литературу. Ха-ха. А я перед строительством покрашу свои кирпичики. Вместо... Хорош. Что-то... Впинно... Владос. Мать моя женщина, я обосрался. Кобяков, ну и идейки у тебя. Это что такое? Что за наряд? Это балетная пачка. Сейчас под неё замаскируем сахарную вату и пронесём сладости. Как балерина и балерун. Боже мой. Что не сделаешь ради подписчиков по кругу? Выглядит, как будто так и было. Готово. Всё, к танцу готов. Погнали. Ну вы посмотрите, какая пара. Вы что, на танцы идёте? Конечно, решили ко всем урокам подготовиться. Надо будет похвалить вас Зинаиде Степановне. Молодцы. Сладости, надеюсь, не проносите? Конечно, проносим. Вот, сахарную вату под юбку замаскировали. Ха-ха. 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 А ведь он реально это сделал? Ха-ха. Надо ваш танец на школьном концерте показать, чтобы вся школа увидела такие таланты. Ой, да не, может не надо мне... Это жесть. Никаких концертов, ну его. Ой, посмотрите, уже зазвездились. Ладно, проходите с глаз моих долой. Была у меня в жизни одна балерина, Светлана, красавица. Сердце мне разбило и уехала в Евпаторию. Пища мухи, ага. Ввиду своей невероятной... Владос, отстань. Владос, Владос, я придумал, как сладости пронести. Вот ты жук. Ха-ха. В натуре жук. Это что такое? Это костюм таракана. Коричневое пузико, рожки, как у них. Хочешь, счастье, тоже такой же костюм достану, переоденешься и будем двумя тараканами. На биологии посидим и пожуем лукокольные палочки. Мы как раз сейчас насекомых проходим. Отличная идея. Кобяков Мадагаскарский. Ха-ха. Нормально. Вы посмотрите, я их дома отравить не могу. Они в школу пришли. А? Эль Шартагирович, вы что нас не узнали? Это ж мы, Кобяков Мадагаскарский. Эль Шартагирович. О, бумага. Мы просто в тараканов переоделись. У нас биология. А я что, по-вашему, каждого таракана знать должен? Это что за маскарад? А если бы вы строение человека проходили, вы бы во что переоделись? Ну, Кобяков, понятно. В живот. А ты бумага. Ну, я бы переоделся в мозг. Как-то странно у вас тут все получается. Живот большой, а мозг с горошину. Эээ. Ладно, проходите. Ну, чтобы я... Хорошо сказано. Эти костюмы в последний раз видел. Санстанции нам еще здесь не хватало. Хорошо. Не, ну прикольно. Ну, там костюмов еще много. В следующий раз в мук переоденемся. Жду не дождусь. Подсудимые, встаньте. Гражданин Кобяков, суд постановил вас признать виновным. В недобросовестной учебе. Вне выполнении домашки. О, боже. Приговаривает вас к пяти дополнительным урокам в субботу. Прикольный пранк. Короче, Кобяков, у нас сейчас... Что-то сделано отлично, даже я поверил. Будет классный час. Тема урока, права и обязанности школьников. Я подготовил очень сладенькое дельце. Глянь на папки. Интересно. Обычно папки с делами, с печатями, и что? Кобяков, печать-то из шоколада. Вау. Вообще незаметно. Круто. Отставить разговоры. Быстро передеваться. Здравствуйте, товарищи судьи. Кого судить будем? Вас, товарищ директор. Меня? За что? Я же это самое ничего не делал. За безделье будем судить. Коллега, зачитайте статьи. Статья 4.5. Умышленные изменения расписания уроков каждую четверть. Статья 5.12. Угроза здоровью школьников в связи с частым вызовом родителей в школу. И последнее. Статья 6.14. Грабеж. Как грабеж? Я ничего не воровал. Булочки в столовке дорогие. Я считаю, это грабеж. Ладно, так уж и быть. На первый раз вас простим. И назначим легкое наказание. Танцуйте танец маленьких утят. Что, чтобы мне в школе подумают? Главное, чтобы не узнал никто. Ой, какой позор. На похожих на утят быть похожими хотят не зря, не зря. Можно хвостиком вильнуть и пуститься в дальний путь. И пуститься в дальний путь. Крича, кря, кря. Не каждый день можно увидеть, как директор танец маленьких утят танцует. Так это, мы пойдем. Конечно, конечно. Идите, идите. О, чуть не спалили. Ах ты, директор хитрожопый. Откуда не узнали? Кстати, сегодня так хорошо на улице. Надеюсь, дождя не будет. Это ж кому такой строгий выговор-то? Поздравляю. Молодец. И отличная команда. Столько сладостей вместе пронесли. Мы просто идеальная пара. Я мозг, а ты руки. А что это руки? Не хочу быть руками. Ладно, ты вратарь, а я нападающий. Не хочу быть вратарем. Ну ладно. Я двигатель нашей команды, а ты педали. Что? Какие педали? Что это ты вообще всегда главный? Я тоже хочу решать. Ладно, предложи свой вариант. Так, так, сейчас, сейчас, сейчас. О, давай ты, Робин Гуд, а я твой верный оруженосец. Опять получилось, что я не главный. Классная идея, Кобяков. Оруженосец, готовимся в наступление на урок литературы. Поторапливайся. Ну, слушайте, идея хорошая. Оруженосец, враги не будут нас ждать. Вы кто такие? Мы герои английских баллад. Робин Гуд и его помощник. Оруженосец. Оруженосец. Мы из шерманского леса. Забираем у богатых и отдаем бедным. О, так может вы у родителей Лены Сидоровой заберете? Они на ремонт класса уже полгода деньги не сдают. А сами на трех машинах ездят. Да ладно. Директор, мы пошутили. Это я, Влад и Кобяков. Ой, я это и про Лену, это не про нашу говорил. Вы что такое? О, ладно. Сладости на урок не проносите? Да нет, только лук и стрелы. Я вообще-то со ста метров в белке в глаз попасть могу. Ой, балаболы, я в прошлом охотник. Даже я так не могу. Не верите? Тогда сейчас проверим. Становитесь к стене, держите яблоко. Ты уверен? Да. А вы уверены? Вообще вас я никогда не уверен, но давайте, я не трус. Тогда попробую с закрытыми глазами попасть. Стремно будет. Ребята, идите на урок. А то, кажется, мне нужно отойти. Хорошо, мы пошли. Я же так не нервничал с тех пор, как жена рожала. Это что же получается? В класс прошли, а сладости не принесли. Ну так у нас одна шоколадная стрела была. Зачем ты стрелял вообще? Блин, зачем? Я думал, он струсит. Ну какой псих на это бы вообще согласился? Владос, колчан же из лаваша. Точно. Получается, принесли. Ага. Блин, не школа, а арабство какое-то. Хорошо. Да ладно, не нервничай. Всего лишь сладости нельзя проносить в школу. Всего лишь. А как же на переменах не бегать? В школьной форме постоянно ходить? Домашку задают. А если плохо ведешь, так еще и родители вызывают. Какие говнюки. Это ж какое-то средневековье получается. Но если бы мы были в средневековье, нас бы за сладости в клетку посадили. И на цепи бы приковали. Цепи. Владос, а ты не против, если я тебя на цепь посажу? Кобяков. Чего? Да не, Владос, не по-настоящему. Понарошку. Чтобы сладости пронести, мы сделаем тебе цепь из луковых колец. А еще мне плетку сделаем и торт в виде пенька. А-а-а-а, боже. Типа ты раб, а я палач, который будет секир башка тебе делать. Не, ну прикольно. Только плетка не бей. Договорились. Конечно не будет. Быстрее, я сказал. Тихо, тихо. Быстрее. Это что за варварские методы воспитания? Это мы, товарищ директор. Это Кобяков. Молчать. Тебе слова не давали, я тут главный. Товарищ директор, это мы с бумагой к уроку истории подготовились. Молодцы. Пипец. Мальчики, подготовились. И в чем же этот раб провинился? Список на самом деле большой. Пранки, мерзкие наказания, попытки пронести сладости на урок. Ай-яй-яй, да, прыгался бумага. А я тебе сто раз говорил, подумай над своим поединением. Да, а я-то тут при чем? Молчать, раб, тебе слова не давали. Интересное у вас приспособление. Можно посмотреть? Конечно. Вот всем бы учителям в школе такое раздать, как шелковые бы ходили. Согласен. А это что? А это пень, меня будут казнить на нем. Ой, дайте на пенек присесть. Уже лет 15 в лесу не был. Только очень. Молчать, раб. Аккуратно. Молчать, я сказал. Так. Присаживайтесь, товарищ директор. Хана, мне кажется. Ай-яй! Так, а это что такое? Так это палач просто пень трухлявый выбрал. Трухлявый? А может, все-таки бисквитный? Я вам сейчас таки... Охренеть, это бисквитный торт был? Или что это, типа, да? Облететь надаю! Так, а эту штуку себе оставлю. Дежурных в столовой буду подгонять. Хоп, 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 и, хоп, и. Хорошо. Владос, это что за фигня? Древняя. Какая фигня? Вообще-то это норм. Древняя. У нас сейчас урок, училка сказала выучить пару движений. Думаешь, мне самому нравится? Ну, ладно. А как сладости-то пронесем? Так, Кобяков, оставь это мне. Ну, а для тебя я подготовил такой костюмчик. Давай, давай. Хоп, хоп, хоп. Так, вы мне тут не свистите, в шкуре. Который денег не будет. А это нам не надо. Да, 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 да. Давайте лучше частушку споем. Пады игры. Не смотрите на беденцая, худаватая, мама салом не кормила я, не виноватая. Стоп, 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 стоп. Бумага? Что это такое, во-первых? Что за кроссводка с тобой? Новенькая, что? А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Ха-ха-ха. Да это ж Кобяков! Че, не узнали? Да ты что? Кобяков стал девочкой? Всегда знал, что он какой-то особенный. Ну-ка, ну-ка. Ну как он танцует? Хоть прям сейчас доставать. Ну-ка, давай. Так, а-ну-ка. Ту, которую мы репетировали. Давай. русские танцы вот хобяков человек без будущего конечно монетками шоколадными умного кстати придумали умного они очень умного придумали сейчас у нас урок музыки и мы решили стать легендарными звездами я буду майклом джексон а кобяков будет элвисом пресли вау да не все знают и знает кто такой майкл джексон да как еще лунная походка а4 в ютубе ну только музыки элвис пресли тоже крутой музыкант да вы не запаривайтесь училки в курсе и так конечно все в курсе да давайте хорошо что микрофон с автотюном отстань я вообще-то распеваюсь здрасте джексон но его же уже давно нет а я элвис пресли а я директор этой школы я ваш фанат вот как вы там пою блин клево круто ага всю жизнь репетировал ладно ладно вы круто поете разрешим с нами сфотографироваться а можно чтобы я был у джексона на ладошке конечно час и садись джексон точно 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 думаете да 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 все спасибо с вами не буду вот вы ребята молодцы россии селфисом не будет песни были про любовь со смыслом а сейчас это скрпал летс гоу вообще ничего не понятно я вас уважаю проходите сладости нет откуда действительно ой ребята какие вы молодцы ой ну прямо мои любимые исполнители здрасте итак ребята у нас сегодня будет с вами самый замечательный урок музыки мы будем петь распеваться узнаем ваш голосовой диапазон потом посмотрим как вы красиво смотритесь и поете в костюм как умно сделала хиты 80 в общем сегодня у нас урок музыки просто по волна музыки мира кобяк сколько камней насобирал и зачем все камни ну как ты чё ты же зубы сломаешь это на самом деле конфета ух ты нифига себе раз похоже на камни прикольно а у тебя что клёво я факел из лаваша сделал и нутеллы чё ничего себе ты заморочился у нас есть камни у нас есть факел осталось только пещеру найти не можно ролик про первобытных людей снимать так давай так и сделаем придем на историю и сделаем вид что мы первобытные люди хорошая идея бери камни пошли кобяков бумага наконец-то вы в своем пришли кобяков там вообще для тебя небезопасно тебя бы сразу соблезубый тигр сожрал неправда у меня вообще-то факел есть а что если на улице дождь и факел затух так а вы его камнями закидаем век то каменный хорошо а если как закончились а тигр остался ну чего поделать отдам кобякова хочу это меня правильно бумага выживает сильнейший а такие кобяков это тупиковая ветка нерд 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 неандерталец ладно проходите на урок минуту до звонка совсем не подготовленные мальчики смотрите что нужно делать чтобы отпугнуть зверя нужно стать в угрожающую позу и издавать громкие звуки вот так вот любой зверю бежит ну это по ходу пятиклассники по коридору бегут ребята мы видим как вам нравятся ролики с проносом еды клево реально влад это очень клевый ролик создали специальный плейлист как пронести сладости в кинотеатр школу больницу и даже в аквапарк нажимай вот сюда и смотри ну а с вами был я меня зовут плата 4 кобяков всем пока молодцы очень очень круто получилось прям очень мне понравилось прямо реально настроение поднялось в общем то подписывайтесь на наш канал потому что здесь всегда выходит реакция на влада 4 в тот же день когда он выкладывает но конечно не получилось тому что я думал что он выложит в пятнадцать ноль ноль как всегда он это делал делает но он выложил в пятнадцать тридцать меня уже к этому моменту дома не было поэтому с вами был бодя всем большущие спасибо за просмотр ребят если вы не ленивые жопы то подпишитесь на наш канал как и на канал влада 4 и поставите лайк и прокомментируйте ролик всем пока